Вы уж конечно меня извините, но ничего лучше я не придумал. Поэтому пока я с вами тут болтаю, вы можете посмотреть на то, как меня подстригают. Ну а почему бы и нет? Тема-то у нас как раз таки о стрижках, а именно о тех стрижках, которые я в 2018 году носить бы не стал и вам бы не советовал тоже. Так вот, для меня их всего две. Максимально изжившие себя и зашкваренные до такой степени, что дальше уже некуда. И нет, это не сельская челка метла, с ней и так все понятно. Речь сегодня пойдет о прическах, что зовут себя не иначе, как андеркат и топкнот. А все из-за того, что их начали носить просто все, кому не лень. Даже те, кто пару лет назад их презирал и те, кому они вообще не идут. Ну вот, допустим, андеркат. Впервые я его себе сделал в году 2013. Тогда эта стрижка, можно сказать, считалась редкостью. И всякие быдлоны то и дело смотрели на тебя косо. Мол, ага-га, чё это ебать за петух? Гребень отрастил, пошли-ка к нему доебемся. Да, так оно и было. Но не прошло и года, как эти быдлоны сами начали ходить с этой прической. А спустя еще примерно год началась прям эпидемия андерката. С выбритыми висками ходили все поголовно, даже те, кому он абсолютно не идет. И те, кто еще буквально вчера его презирал. И уже тогда, в 2015, я понял, что все, Алис. Эту прическу зашкварили до невозможности. С ней не ходили тогда только пенсионеры. И то только из-за того, что облысели к старости лет. Но окей, подумал я, нужно притчу менять. Ибо андер слишком опопсел. Так вот, в 2015-2016 году я себе делаю топ-кнот. С надеждой на то, что хоть до хвостика быдлоны не доберутся. Это ж типа ебать, бабские приблуды. Но не тут-то было. В свет выбивается великий Конор МакГрегор. И с топ-кнотом повторилась ровно та же ситуация, что и с андеркатом. С тех самых пор, я больше эти стрижки не носил. И в ближайшее время вряд ли начну. Ведь для меня стрижка, это не просто красота на башке. Это в первую очередь, один из способов самовыражения и часть моего образа. Но когда твоя притча на каждой второй голове, ты становишься таким же, как и все. Ты просто сливаешься с серой каловой массой. А ведь в мире столько разных причесок, что мне и дня не хватит всех перечесть. Поэтому хватит быть стадом в конце-то концов. Ищите себя. Пробуйте что-то новое. Хватит бояться мнения масс. Жизнь нам дана, чтобы найти в ней себя, а не для того, чтобы идти за толпой. Говоря простым языком, я просто хочу донести до каждого из вас мысль, что вообще не важно, какая у вас притча, во что вы одеты и какую музыку слушаете. Главное, чтобы все это в первую очередь нравилось вам самим. То есть понимаете, если все стригутся под андеркат, это не значит, что вам тоже нужно это делать. Если все носят паленый гуччи, это тоже не значит, что тебе его нужно носить. Вот вам в детстве мама когда-нибудь говорила, мол, «А что если твои друзья с крыши пойдут прыгать? Ты тоже с ними пойдешь?» Мы отвечали, «Ну нет, конечно». Так вот, и здесь так же. У каждого своя голова на плечах, и каждый должен решать за себя сам, что ему носить, как стричь голову и так далее и тому подобное. Старайтесь в первую очередь развивать в себе личность, а не стадный инстинкт. Да, я бы мог посоветовать вам парочку крутых и стильных стрижек, но поймите меня правильно, это настолько индивидуальная вещь, которая зависит от кучи факторов. Формы головы, жесткости волос, образа жизни, предпочтения и так далее и тому подобное. Короче говоря, к этому вы должны прийти сами. На этом у меня все. Если ожидали чего-то другого, сорян. Но этим роликом я хотел донести конкретно эту мысль. Если согласны со мной, дайте мне понять это своим лайком. Ну и напиши в комментах, какая стрижка больше всего бесит тебя, и как бы ты никогда не постригся. Ну а с вами был Макс. Скоро будет ролик чуть-чуть повеселее, поэтому в ближайшие дни ожидайте. Подписывайтесь на мою инсту, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok